Всем привет! Это подкаст Честно про бизнес и маркетплейсы. Меня зовут Макс Зыков. Сегодня я расскажу 15 лайфхаков, которые помогут не потерять товар и заработать больше денег на Wildberries при продажах по системе ФБС. Погнали! Итак, первое. Старайтесь упаковывать свой товар надежнее. Представляете каждый раз, что грузчик возьмет и кинет ваш товар в коробку, сверху на него вам положат огромную бутылку с каким-нибудь мылом, которое обязательно еще прольется по пути. Сверху будут лежать еще несколько тяжеленных коробок и все это будет ездить из одного сортировочного центра до пункта выдачи и обратно. Поэтому старайтесь как можно серьезнее подойти к процессу упаковки вашего товара. Обзаведитесь скотчем, пупыркой, пакетами и всеми видами коробок. Второе. Используйте непрозрачные курьерские пакеты для упаковки товара. Вот такие курьерские упаковочные пакеты это одна из самых простых, дешевых и быстрых упаковок товара. Стоит всего около 2 рублей, если покупать сразу его 1000 штук. Найти их, кстати, можно там же на маркетплейсах и заказать себе с доставкой на дом. Удобно такие пакеты использовать, потому что они очень быстро закрываются. То есть у них вот есть такая штука, которая сдергивается и пакет быстро моментально закрывается. И второе это то, что они непрозрачные. Это значит, что вы сведете до минимума воровство ваших товаров курьерами. Важно помнить, что курьеры не самые надежные в мире люди. И когда они видят, что в коробке лежит какой-то интересный товар, у них возникает желание его открыть, посмотреть и так далее. Поэтому лучше, если вы ваш товар будете отправлять все-таки в непрозрачных пакетах. Вы сведете воровство курьерами до самого минимума. Третье. Обязательно клейте штрих-код товара на сам товар. Часто те, кто работают по системе ФБС, во время упаковки клеят штрих-код самого заказа на упаковку, но забывают про штрих-код товара. И в случае, если клиент откажется от этого товара в пункте выдачи, то заказ уедет обратно на сортировочный центр. Но там его, к сожалению, без штрих-кода товара не смогут опознать. Четвертое. Обязательно снимайте на видео процесс сборки общей коробки с заказами. Важно, чтобы на этом видео были видны штрих-коды всех заказов внутри коробки, а также их количество. В случае потери вашего заказа на складе Wildberries, вы сможете отправить в поддержку это видео, подтвердив тем самым наличие конкретного заказа в этой поставке. В случае, если же у вас не будет видео, а ваш товар потеряют, то в этом случае вы никак не сможете доказать, что данный товар был в коробке. Если вы упаковываете каждый день много заказов по ФБС и отправляете их в коробках, то проще всего вам будет установить камеру прямо над вашим столом, где вы упаковываете товар, и которая будет на постоянной основе записывать это видео. Пятое. Убирайте все лишние штрих-коды и наклейки на коробках поставок. Если вы укладываете товар в использованные ранее коробки, то обязательно проверяйте, нет ли на них каких-то наклеек или штрих-кодов. Если есть наклейки, то обязательно их сдирайте. Если есть штрих-коды, то зачеркивайте их маркером. Шестое. Отвозите товар быстрее и чаще в пункты приема. На сборку заказа Wildberries дает 56 часов. Это чуть больше, чем двое суток. Но чем скорее вы отвезете свой товар в пункт приема, тем вам Wildberries начислит меньше комиссию с этой продажи. Поэтому, если у вас приходит много заказов в течение дня и есть возможность отвозить его 2-3 раза в день в пункты приема, то обязательно отвозите ваши заказы быстрее. Седьмое. Везите ваши поставки в сортировочный центр. Там их обработают гораздо быстрее. Если вы находитесь в городе, где есть и пункты приема ФБС, и сортировочный центр, плюс у вас есть возможность отвозить именно в сортировочный центр. То есть он находится не так далеко, то конечно отвозите в сортировочный центр, потому что там ваши заказы будут обрабатываться гораздо быстрее. Важно помнить, что все пункты приема, которые расположены в обычных пунктах выдачи Wildberries, они обрабатываются всего раз в сутки. Это означает, что ваш клиент получит заказ на сутки дольше, чем если бы вы его отвезли именно в сортировочный центр. Кстати, выпуски «Честно про бизнес и маркетплейсы» выходят в формате видео на YouTube, а также в аудиоподкастах на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, CastBox и других площадках. Поэтому подпишись там, где тебе удобнее, чтобы не пропустить следующий интересный выпуск. Восьмое. Пункты приема ФБС ищите на карте складов, выбрав вкладку Marketplace. Часто продавцы, особенно в маленьких городах, даже не знают про то, что рядом с ними есть пункты приема товаров по ФБС. Они в личном кабинете пытаются добавить склад продавца и в выпадающем списке выбора города ищут свой населенный пункт. Но это неправильно. В этом выпадающем списке находятся именно города, где расположены сортировочные центры. Для примера, в Костромской области нет ни одного сортировочного центра, но он есть в Ярославле. Поэтому продавцам из Костромы вот в этом выпадающем списке нужно выбирать Ярославль. А отвозить товар они могут в любой пункт приема ФБС, который они могут найти на этой вкладке Marketplace. Девятое. Старайтесь не отменять заказ, даже если у вас товара не оказалось в наличии. Если вы не уследили за количеством товара на остатке и получилось так, что пришел заказ, а у вас нет этого товара, то, конечно, первое, что приходит в голову, это отменить заказ. Но важно помнить в этом случае, что за это вам прилетит штраф. Поэтому сначала попробуйте просто найти такой же товар, чтобы отправить его клиенту. Все-таки у вас есть 56 часов для того, чтобы упаковать свой заказ. Если все-таки данного товара нет в наличии и не получится найти его за 56 часов, подумайте, может, у вас есть такой же товар, но, например, другого цвета, и вы можете отправить этот заказ клиенту. Конечно, в этом случае вы либо нарветесь на негативный отзыв, либо клиент откажется от него в пункте выдачи. Но, скорее всего, в этом случае вы сэкономите больше денег, потому что штраф обычно выходит дороже. Десятое. Если на новой карточке появились плохие отзывы, то проще удалить эту карточку и завести новую. К сожалению, бывает так, что с первых же продаж клиенты оставили один или два негативных отзыва. В этом случае гораздо проще обнулить остатки у этой карточки и создать точно такую же новую. Одиннадцатое. Отслеживайте статус заказа в сборочных заданиях. Там вы можете видеть актуальную информацию, продан ли ваш товар, не завис ли он где-то на складе и не отказался ли от него клиент в пункте выдачи. Если вы видите, что ваш товар уже неделю висит в статусе отсортирован, то обязательно пишите в поддержку. Двенадцатое. В случае, если после отгрузки какой-то из заказов не ушел в архив, обязательно пишите в техподдержку. Бывает, что после приемки товара в сортировочном центре не все заказы ушли в архив и, скорее всего, ваш заказ потеряли на сборке. В этом случае обязательно пишите в техподдержку. Не факт, что они, конечно, найдут ваш заказ, но при этом вы хотя бы инициируете процесс его поиска. Тринадцатое. Если клиент отказался от вашего заказа в пункте выдачи и товар ушел на сортировочный центр, при этом этот товар вам нужен здесь на своем складе, вы можете заказать его на возврат из личного кабинета продавца. Для этого вам нужно перейти в раздел поставки, возврат товара и там активировать эту функцию. После этого перейти в клиентское приложение. Важно именно заходить с того же номера телефона, который у вас привязан к кабинету продавца, соответственно, закинуть свой товар в корзину и там выбрать способ оплаты «Возврат товара». Дальше остается только дождаться товара и забрать его в пункте выдачи. Стоимость возврата товара составляет сейчас 60 рублей за единицу товара. Четырнадцатое. Экспериментируйте с карточками товара. Тестируйте разную цену, разный дизайн и разные категории. Когда вы продаете по ФБС, ваши карточки не привязаны жестко к товару. Он лежит у вас на складе и уже после поступления заказа вы клеите на него штрих-код данного товара. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Тестируйте разную цену, разные категории и разный дизайн. И определяйте, какой из них вам будет больше приносить заказов. Раньше можно было создавать любое количество карточек для одного товара. То есть у вас в одной категории мог располагаться ваш товар с абсолютно разной ценой. И вы могли уже смотреть, какая из этих карточек приносит вам больше заказов. Сейчас, к сожалению, в новой оферте они прописали, что вы не можете для одного товара создавать много карточек. Кстати, все новости по изменениям в оферте Wildberries и других маркетплейсов вы можете отслеживать в нашем телеграм-канале «Честно про бизнес и маркетплейсы». Ссылка на него будет в описании. Обязательно подписывайтесь. 15. Не ждите, пока карточка выйдет в топ. Запускайте рекламу в поиске и на карточках конкурентов. Ваша задача, как продавца на Wildberries, показать карточку товара как можно большему количеству потенциальных клиентов. И эту задачу отлично решает реклама в аукционе, в поиске и на карточках конкурентов. Она быстро покажет, насколько ваше товарное предложение интересно потенциальным покупателям. Это были 15 лайфхаков и рекомендации продавцам по ФБС на Wildberries, которые помогут не потерять товар и заработать больше денег. Если вы уже продаете товар и вам есть что добавить в этом списке, обязательно пишите это в комментариях. Это был подкаст «Честно про бизнес и маркетплейсы». Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!